Меня зовут Лаврова Светлана. Это мое имя, дарованное мне моими родителями. И я им, наверное, очень благодарна за это имя, потому что я какое-то время очень не принимала имя Светлана. Мне оно казалось каким-то не моим, каким-то не родным. Но сейчас я понимаю, что Светлана, Лана – это то, в чем мне приятно быть в этой личности. Да, я могу сказать, что я обычная женщина, которая ведет не совсем обычный, общепринятый образ жизни. В чем он заключается? Он заключается в том, что мне неинтересны питание, мне неинтересны какие-то напитки. Мне интересно жить и познавать эту жизнь, наверное, через какую-то глубину, через открытия, которые я вижу в людях. Этот потенциал их просто огромный, эта любовь, эти страдания, которые они себе создают, преодолевают. И через эти страдания они себя перед собой возвышают. И это все настолько глубоко, это все настолько красиво. И вот это, наверное, то, в чем я сейчас живу. Светлана, расскажи про опыт неедения, сколько времени ты сейчас не питаешься едой в обычном понимании, не пьешь воду, как тебе в этом? Ну, я на сегодняшний день четвертый год, 13 марта, 13 марта будет 4 года, как я не кушаю и не пью. Но у меня были моменты, когда у меня поднималось, наверное, на второй месяц или на какой-то месяц температура. И была температура, была такая жесткая перестройка организма, и температура 40-41 держалась, наверное, дней 5. И мне было это настолько тяжело, что я съела такие вот маленькие кусочки арбуза. Потом у меня был период, когда мной овладал страх, что если я начну есть когда-нибудь, то я умру. И я тогда попробовала рассосать в полость рта грушу. Но я четко поняла, что цвет прекрасен, запах прекрасен, а вкус, он не дает уже этих эмоций. И это получается уже не вкус, это не эмоциональный какой-то момент, а именно просто какая-то химия тела. Я наблюдала просто за тем, что происходит у меня в теле. Я пробовала виноград за это время. Ну, это было где-то виноградинки две, которые я высосала. И иногда бывает такое, что я немножечко, у меня присутствуют жидкости. То есть это когда я купаюсь, я могу заглотнуть жидкость. Когда я ныряю. Это бывает, когда у меня есть какие-то сложные сессии с людьми, и я понимаю, что мне нужно прочиститься. Я могу выпить там немножечко, там несколько, два-три глоточка теплой воды. То есть у меня ЖКТ, он полностью работает, он не отключился, но он другой. Да, у меня сейчас проходят исследования. Я подписала некоторые документы, и меня исследуют, и там в том числе и исследуют мой ЖКТ. Вот, он немножечко сейчас отличается от обычного человека, но он все равно, и там есть какие-то процессы происходят. На сегодняшний день твой опыт уникальный. Ты живешь без пищи и жидкости. А в детстве какие-то были к этому приспосылки? Что-то говорило тебе о том, что вот ты обладаешь таким ресурсом, такой возможностью? Вот если сегодня мы оглянемся туда-назад, что бы ты могла отметить или рассказать? Ну, в детстве вообще, я, наверное, как большинство детей, для меня еда, она не существовала как какой-то отдельный процесс. То есть это были какие-то гулянки с друзьями, где мы могли там попить из колонки. Раньше такие колонки были с ручкой, помните, жилющее. И кто-то один ложился на эту колонку, чтобы она включилась, а кто-то пил. Ели то, что какие-то яблоки, если нарвем, ели какую-то траву, вот все что угодно. Но могу сказать, что раньше же не было такого, как сейчас с детками, там, с утра до вечера родители. Раньше утром родители пошли на работу, тебя вывели на улицу, как я помню, меня вывели на улицу. Велосипед Левушка, он раньше, вот раньше велосипеды были Левушка, следующая модель, это побольше были школьники. Не было разнообразия. Потом кама и салют. И я помню эти моменты, когда вот меня выводят в 7 утра с Левушкой, с этим велосипедом, и в 8 вечера забирают. И давали там сколько-то копеек, я не помню, 20 копеек, чтобы мы могли там сходить булочку с молоком попить, или зайти в пельменную, поесть пельмени. Но не всегда это получалось, не всегда, дети как часто заигрывались. И я могла не есть, прям по дней 5, по 7 дней. И в один момент у меня как-то родители, замените, всегда была очень худая. Худая, все время какая-то, ко мне солнце липло, все время черное летом. А эти постоянно растрепанные белые выгоревшие волосы, вот это вот я была вот таким вот маленьким чертенком каким-то. И родители, как-то мама заметила, что покупали мне раньше колготки на зиму. Наверное, кто жил еще при СССР, помнит эти вот коричневые колготки в полосочку. И вот эти вот колготки, они были мне не в обтяжку, то есть они на мне как штаны висели. И тогда у меня мама повела, ей сказали, что нужно обязательно вести ребенка, он не должен быть таким худым. И повели меня в больницу, и мне поставили диагноз дистрофия. И меня даже положили в больницу с дистрофией, что я ничего не ем. Но я чувствовала себя хорошо, и для меня это был вот такой первый какой-то детский, наверное, шок-контент, когда я думала, ну как же так, почему же в больницу просто из-за того, что у меня другие планы на эту жизнь. И да, мне в детстве ставили два раза дистрофию, потому что я забывала есть. Но когда я слушаю сейчас вот уже взрослых людей, это было у многих. Просто на этом, наверное, так не делали акценты, за счет того, может быть, что я была такая худенькая, из-за того, что родители, у меня мама работала на поезде, начальник поезда. И, видимо, она чувствовала ответственность за то, что она уезжает, и не может меня проконтролировать. Может быть, тут поэтому и сделали на этом акцент. А так, да, я была, меня очень сложно было заставить кушать. Светлана, расскажи про книги, которые ты пишешь. Я пишу сейчас две книги. Одна, первая книга, это «За гранью пищевой цепи». Это я рассказываю людям, как можно выйти на лечебное голодание, я бы так это назвала. Это книга абсолютно для всех. То есть, кто никогда не практиковал, кому просто есть интерес, у кого есть какие-то заболевания. И я там прописываю, как лучше выйти, на каких травах, на каких смузи, почему на этих травах, что эти травы дают, что эти смузи дают, что происходит в организме, когда мы начинаем пить те или иные травы, что происходит в организме на первый, на второй, на третий день. И это как такое учебное пособие для всех будет. А вторая книга – это «Рождение аватара». Это тот опыт, который я сейчас уже в осознанном процессе своей жизни. Это как раз тот опыт, который я вспомнила. Я вспомнила, какие эмоции я ощутила в утробе матери, что я с ней проживала, что проживает каждый ребенок, помнит он этого или нет. Я помню, как я себя чувствовала, когда я лежала маленькая, восьмимесячная, в больнице, на вот этой оранжевой клеенке с загнутыми краями, без всего описавшейся. Холодно мне было. Вот эти вот моменты я помню, в восемь месяцев. Я помню, когда рыгались родители, какие я видела не их тела, а их энергии. И как раз вот эта книга, это как раз вот это вот «Рождение аватара», где я рассказываю, как формируется «Я в человеческом теле». И это будет такая легкая книга, она будет как литературная. Это будет книга для каждого. Читая эту книгу, человек будет на внутренней, прошитой, вот этой вот вибрационной, наверное, сотканной слова из букв, вот в этой книге, он будет вспоминать себя. И читая мой опыт, каждый будет углубляться в свое познание. И это будет для него такое расширение для каждого человека, когда он будет понимать, что, боже мой, это не она такая единичная, это не она такая крутая, это не она такая вот всезнающая, а это я такой. Просто я это забыл, и все во мне это открывается. И мне кажется, это будет здорово. Расскажи про тот период жизни, где ты жила материальной, обычной жизнью, имела цели, достигала эти цели, не смотрела в сторону эзотерики, духовного развития. Как это было до того, как ты начала свое путешествие духовное? Ну, я жила самой обычной жизнью, у меня было три бизнеса достаточно успешных, я жила в хорошем доме, я ездила, я и муж ездили на хороших машинах бизнес-класса, все было, все было здорово. Я прям такая была, мне нужно было постоянно работать, я вот вся такая деловая женщина была. И в один прекрасный момент, но это не один прекрасный момент, это с детства было, и я была уже на такой, на гормональной терапии, на жесткой. И дошло уже до того, что я уезжала на работу, приезжала с работы, ставила себе капельницу гормонов и ходила уже с этой капельницы по дому. И для меня это на тот момент, я понимала, что что-то ненормальное, я понимала, что как бы, ну вот мне там 30 с копейками, я так вот живу, думаю, что будет в 50 лет? Я же, наверное, ну вообще доживу ли я до 50 лет? И у меня начали появляться вот эти вот мысли. И когда я в один прекрасный момент пришла ко врачу, и врач мне сказал, Свет, ну как бы тебе осталось жить месяца два, у тебя сосуды практически полностью разрушились гормональной терапией. И мне очень сложно было поставить, поставить укол, поставить гормоны, поставить капельницу, потому что вены рвались. И в один прекрасный момент, когда у меня был очередной приступ астмы, я уже умела, ну и сейчас умею, этот опыт не пропьешь, умею сама себе, другим ставить капельницу, уколы внутривенные. Я поставила себе тогда укол с дексаметизоном, преднизолоном, кто знает. Такую дозу, которая как бы максимальная, максимальная для меня. И когда я позвонила в скорую, все, наверное, прекрасно знают, что скорые знают астматиков, аллергиков, сердечников, гипертоников. Они эти адреса уже все знают. И в скорую мне тогда сказали, как бы, Светлана, ну если мы приедем, то, что мы приедем? Больше мы тебе гормонов не поставим, сердце не выдержит. Тебя забрать, и ты можешь у нас умереть. Нам как бы для статистики не очень. Давай мы через 2 часа тебе перезвоним, если ты как бы будешь жива, то мы тебя уже заберем в больницу. И для меня это тогда был первый такой звоночек, когда от меня все отказались, я понимала, что я одна. И я знала, что я не могу уснуть, потому что если бы я уснула, я бы уже не проснулась. То есть у меня была такая тахикардия, кто ставил гормоны, он знает. То есть сначала вот этот тремор поднимается, тахикардия жуткая. А когда начинает немножко отходить, начинает до боли выворачивать кости, сухожилия. То есть это боли просто адские. Ну и постоянная, естественно, отечность тела. И вот тогда ночью, пока все спали, я сидела в интернете и нашла таких людей, как сыроеды. Я не знала, что это такое. Я думала, что это люди, которые едят сыр, но в моем поле их никогда не было. И когда все проснулись, я уже понимала, что я стопроцентный сыроед. И за полгода своего сыроедения, я тогда жила на Урале, там зима была, а не было как таковых ни фруктов, ни овощей. Фруктов вообще на Урале очень сложно найти какие-то хорошие. Ну, раньше было, по крайней мере. Это было 11 лет назад. И вот я практически все 6 месяцев сидела на капусте, иногда себе покупала помидорчики и яблоки. Почему иногда? Потому что как только я перешла на сыроедение, мое мышление поменялось полностью. То есть я никогда не думала, что я стану вот такой. Я всегда была такой бизнес-леди, у меня все было по полочкам разложено. То есть у меня был такой жесткий тайминг во всей моей жизни. А тут я понимаю, что мне это неинтересно. Вот здесь наступила какая-то мягкость, здесь мне хочется отдавать. И вот этот вот весь мой жесткий бизнес, он ушел куда-то на второй план. И я его просто распустила. Я не смогла там работать. Я не смогла это все содержать, потому что весь мой мир, он перевернулся. Но чем заниматься тогда, я еще не знала. То есть я была в такой потерянности, и мои близкие от этого страдали. Потому что они же были не виноваты в моем перевоплощении. Они привыкли жить по-другому. Они привыкли просто жить, не обращая внимания, сколько на это тратится денег. Потому что деньги были всегда. А тут их просто не стало. И дома пошли вот эти вот каверзные ситуации. Непонимание. Очень жестко было. И через полгода я поняла, что я так не выдерживаю. Чем заниматься ко мне не приходит. А так продолжать внищенствовать. То есть это вот содержать большой дом, машины, дети у меня. Я не могла. И я начала есть. Обратно перешла на обычное стационарное питание. Общепринятое. Мясо, хлеб, макароны. Но вот так вот я продержалась в таком режиме где-то, наверное, месяцев 7-8. И у меня случился опять вот этот сильнейший приступ, который тоже уже не снимался. То есть были приступы, но они снимались гормонами. Но случился вот этот приступ, который не снимался гормонами уже. И я понимала, что нужно тут что-то менять. Я понимала, что я просто умираю. Прямо уже вот действительно. И здесь уже сыроедение оно не спасет. Я начала ковыряться и нашла людей. Интервью. Но раньше их очень мало было этих интервью. Это сейчас как-то стало, наверное, модно. Говорить, что ты там автоном. Неважно ешь ты или не ешь. Но все мы природы автономы. И раньше этой информации особо не было. Я нашла этих несколько людей, которые говорят, что они вообще не едят. А когда было сыроедение, я знала, что можно не кушать 3 дня. Не пить 3 дня. Но после 3 дней ты не можешь не пить, иначе ты умрешь. И я вот практиковала 3 сухих дня. И мне было очень хорошо на этих сухих днях. Я начинала дышать, хотя кровь сгущается на сухих днях первое время. Я не знала никакие моменты, как сделать легче. То есть не было нигде этой информации. Но 3 дня я с огромным удовольствием практиковала, но выходила. Даже за счет того, что мне было легко, я все равно этот страх, меня он накрывал, поглощал. Я выходила с этих 3 дней, начинала есть. И здесь я увидела, что такие люди есть, такие люди существуют. Чтобы было понимание, до какой стадии я дошла. Я была уже лежачая. У меня не было денег. Мы уже в таких контрах были с моей семьей, что я просто благодарила только за то, что они кормили моих детей. До меня уже как бы не доходило это все особо. И я тут думаю, ну вот здесь вот самое прекрасное, что может быть, это, наверное, начать вот эту практику. Потому что либо я, у меня было два варианта пути. Либо я иду сюда и 100% я умираю в течение такого времени, за которое не успели восстановиться сосуды. Там, ну опять же, где-то месяц-два. Либо я иду сюда, перестаю есть. И здесь я, либо я выживаю, либо я умираю от голода. И здесь хоть маленький процент выживания, но он был. И поэтому я пошла сюда. Я пошла сюда, и у меня был первый опыт 9 дней осознанных. Не считая детства, беременности. Первый осознанный опыт мой был 9 дней. И когда я на пятый день встала на лыжи, да, я не побежала, но я просто встала на лыжи, для меня это был огромный показатель того, что вот я могу жить, я могу изменить свою жизнь. И я начала это практиковать, начала практиковать. Где-то я делала каскадные голодания, доходило до 9 дней. То есть 9 дней ем, 9 дней не ем. Вот так, один день ем, один день не ем, потом 2 дня, 3, и так до 9 доходило. Потом я бывало, что несколько раз в неделю, бывало, что несколько недель, бывало 2 месяца, 4 месяца, потом выходила на еду. Потом долгое время не могла зайти в состояние неедения. И у меня возвращались все вот эти вот мои, мои вот эти побочки, побочки болезни. Вот, и в один прекрасный момент я поняла, что мне это уже, это не то, что надоело, это не с позиции какого-то зажатия, а с позиции, наоборот, какой-то легкости. Я поняла, что мне стало это неинтересно, так это еда. И я просто перестала есть. Но это путь в 11 лет. Давай заглянем еще назад. В тот момент в твоей жизни, когда ты еще была едящим человеком и получила спонтанный опыт неедения, вот как раз во время твоей беременности. Да, у меня был неосознанный опыт неедения чуть больше 3 месяцев. Это когда я забеременела вторым ребенком, и мне эта беременность почему-то так тяжело давалась. Во-первых, у меня был очень сильный токсикоз. И вплоть до того, вот этот сильный токсикоз был, что я ездила даже на работу, по всем делам я ездила с водителем. Я не могла ездить за рулем, потому что если я видела, что где-то кто-то пьет или ест, меня просто все выворачивало. Я тут же останавливалась, водитель останавливалась на обочине, и меня выворачивало, причем выворачивало желчью, потому что нечем было, и это было очень больно. И как раз подходил момент к новогодним праздникам, и так как у меня три компании, вот эти вот корпоративы, я понимаю, что мне нужно готовиться, а я, стоит мне только позавтракать, как меня все заставляли, потому что я же беременна, и позавтракать нужно. Я понимала, что мне так тяжело, у меня весь день на смарку, я все время в этом токсикозе, я ничего не могу делать, соображать. И у меня была какая-то встреча, мы должны были встретиться, подписывать договор с очень таким влиятельным подписантом. Я думаю, я не буду тогда завтракать, чтобы были какие-то вот ясные мысли, ясное тело какое-то. И я не позавтракала, и так забегалась, что получилось так, что я себя так хорошо чувствовала, легла спать в таком воодушевлении. И только на третий день я поняла, что я не кушаю. Думаю, мне так хорошо. Я думаю, ну попробую, сколько еще будет. И вот эта вот работа, она так закрутилась, и каким-то чудесным образом получилось так, что в моей жизни начала преобладать семья и работа, и о еде как-то оно на задний план ушло. Не было такого, что кто-то сманивал или не сманил. Вот оно просто как будто растворилось из моей жизни. И я очень спокойно ходила, вот эту беременность. Наблюдали меня три профессора, потому что я была, во-первых, я была очень больна, тяжелобольная. Во-вторых, я была старородящая. Поэтому меня наблюдали в определенной клинике, очень такие мощные врачи. И когда у меня начинался второй триместр, они говорят, Свет, ну давай как бы, может быть, хотя бы на дневный стационар. Вроде плод развивается нормально, но у тебя нет ни грамма прибавки веса. Ни прибавки, ни убавки, говорит. Вот плод растет, а ты стоишь на месте. Вес так и стоит твои, как бы, мои неизъемлемые 46 килограмм. И мне тогда стало страшно. И я думаю, блин, а я же ничего не ем. И у меня нигде не отразилось то, что я себя хорошо чувствую, что можно так жить. То есть вот этот страх, он меня просто настолько накрыл, что я думаю, как же там с ребенком, что же там случится, а как же я так могу не есть, да боже мой. И я начала есть. Но я входила в еду, наверное, недели две, потому что было очень тяжело. Еду всовывать в себя – это больно. Вот, когда, если при длительных неедениях ты начинаешь обратно кушать, то сначала жидкость прибавляешь. А когда ты ее прибавляешь, это все больно, потому что ЖКТ, он все равно как съеживается. А когда начинаешь кусочки, то это прям первое время, но это очень больно. Это прям вот чувствуется каждый миллиметр, как он идет. Но я вошла в еду, я начала кушать. И сын, кстати, у меня родился амбидекстр. Это когда и правое, и левое полушария работают абсолютно одинаково. Я сейчас уже предполагаю и смотрю на деток других людей, которые на неедении, какие у них рождаются детки. Я понимаю, что если бы было это все 9 месяцев, то он бы стал абсолютно другим. Но он и сейчас, мне кажется, немножечко отличается. Ну, как минимум, по физике. Такой, более крепенький. Такой опыт. А что ты можешь сказать про связь неедения, смертельных заболеваний и возможности остаться в этом теле с помощью неедения, имея какие-то в теле такие особенности, несовместимые с жизнью? Да, у меня были случаи, когда я наблюдала людей помимо себя со смертельными какими-то болезнями разными. Как правило, это был рак. Рак желудка сталкивался с этим, рак легких. Ну, и еще несколько видов рака у людей помимо астматиков в тяжелой степени, помимо сердечников. И я могу сказать, что по моему опыту, если человек все-таки выбирает жизнь, если она ему зачем-то нужна, не потому что ему жалко расстаться со своими близкими, не потому что у него там какие-то, что-то он недоделал, какие-то планы, а когда он выбирает себя, когда он понимает, почему он здесь, для чего ему дана эта великолепная болезнь, через которую он должен вот это осознать. И когда он разбирает все по полочкам, то у него приходят очень-очень крутые осознания, и в 90% случаях он оставляет эту болезнь. Но если это совместить с неедением, неедение – это не панацея ни в коем случае. Неедение – это всего лишь инструмент, при котором проще прийти к себе. Вот я бы, наверное, так сказала, потому что когда ты находишься без еды, а еще и если без жидкости, то у тебя всплывают все твои триггерные моменты, все твои триггерные точки, все твои боли, все твои страхи. И это основывается на той вибрации, вибрации звука ЖКТ, которая отсутствует. У тебя изменяется дыхание, у тебя изменяется сердечный стук, ты начинаешь слышать другие звуки, потому что ты становишься как полым пространством, и тогда звук начинает проходить через тебя. И вот эти все моменты, все звуки, они тебя выбрасывают к себе, и ты остаешься наедине сам с собой, сам с собой и с той болезнью, которую ты себе создал. И очень многие моменты раскрываются, да, это действительно есть, но это глобальная работа над собой, и не каждый человек готов в это пойти. Кому-то проще оставаться в жалости к себе, и это прекрасное чувство жалости к себе. И каждый момент прекрасен, и момент покидания этого тела, он тоже прекрасен. Просто тут нужно понимать, ты хочешь быть еще в этом теле, или ты хочешь уйти. Просто нужно быть всегда в любви к себе, в какой бы ситуации ты ни был. И когда эта любовь проявляется, ты тогда в легкости идешь, либо в сторону быть в этом теле еще, либо в сторону покинуть этого тела. И эти тогда оба состояния, они тоже прекрасны. Что такое смерть? Мое отношение к жизни и смерти. Что такое смерть? Ну, наверное, я бы больше сказала, что мы суда умираем. Мы суда умираем за тем опытом, который мы можем получить через клетку. Клетка имеется в виду, это не наша генетическая клетка, но и в том числе через нее, а через клетку. То есть наше тело – это наша клетка. Это наш ограничитель, это наша боль, это наше страдание. И мы сюда приходим, чтобы сквозь эти страдания, сквозь эту боль, познать любовь и радость, счастье самого себя. И когда ты это познаешь, то ты выходишь из этой клетки. И тогда ты понимаешь, что тело, оно уже в тебе. И тогда ты можешь делать те вещи, которые тебе по сердцу, которые тебе по душе. И твоя жизнь полностью перекраивается. Полностью перекраивается, но со стороны это не всегда кажется таким красивым. Со стороны это может казаться каким-то унылым, может быть. Может быть, каким-то отлетевшим. Но это как раз состояние тебя, где ты есть везде. И вот это, наверное, состояние и есть, когда ты проживаешь эту смерть здесь. Боишься ли ты сейчас оставить это тело? Как бы ты могла описать дети, близкие, какие-то дела, может быть? Как вот ты бы сейчас это описала в своем отношении к смерти? Да, у меня был изначально страх оставить детей. Думаю, как же я их оставлю, как же они без меня. Но когда у меня появился очередной опыт смерти, то есть опыт смерти, он же не единожды в теле, а тебя все больше и больше, все глубже и глубже сюда проваливает. И когда ты четко осознаешь, что вот этот Алтай прекрасен, он был прекрасным, когда меня не было, вот он прекрасен, когда я есть, и он будет таким же прекрасным, когда меня не будет, ничего не изменится и за счет того, что есть мое тело здесь или нет. И сейчас это я настолько понимаю, и я понимаю, что есть жизнь за этим телом, и она другая, это про другое. И это не смерть, это просто следующий этап. И сейчас, да, у меня нет, у меня нет страха смерти. У меня есть такое еще нежелание оставлять детей как матери. Да, у меня это есть, я не скрою. Мне хочется на них посмотреть, вот в этом теле их обнять, потрогать, вот эта тактильность, мне хочется с ними. Но если что-то со мной случится, я и детям говорю, я говорю, если что-то со мной случится, ни в коем случае не расстраивайтесь, меня просто физически не будет с вами. И это мы с ними тоже проговариваем. Расскажи про те опыты, которые ты получила, когда я перешла в неедение. Как изменилось твое сознание, восприятие, чувствование? Какие ты получила ситхи, выражаясь йогурским языком? Когда я перешла в неедение, у меня было очень много моментов, с которыми я хотела прям завязать, завязать вот с этой вот жизнью. То есть физическое тело, оно перестраивалось очень долго. И оно сейчас еще перестраивается. Я с первых дней сразу же говорила, я говорю, тело, чтобы перестроиться и начать входить в свою форму, в которой оно должно быть, это должно пройти не менее трех лет. Почему не менее трех лет? Потому что ты вот за эти три года, ну это плюс-минус, это опять же мое видение, ты должен пройти все этапы принятия себя. То есть я проходила принятие себя, когда у меня начинались приступы. Я проходила принятие себя, и мне очень не хотелось снимать себя на камеру, когда у меня пошел отек всего тела. И он долго держался. И когда на меня смотрели там люди, мне очень много писали очень жестких комментариев, там, как может быть такой толстый, такой отечный неед, такого не бывает, такое еще что-то. А я понимала, что это не доказуемая база, это невозможно доказать или что-то кому-то рассказать. Это можно только принять мне самой в себе. Эти все моменты, которые проходят трансформация моего тела. И насколько я готова ему отдаться, насколько я готова быть, да, я могу и вот в таком теле остаться, и в таком отечном, в таком большом. И это мое тело, в котором я могу вещать, вещать те состояния, те чувства, которые я могу говорить, чтобы люди переносили свой образ с внешней оболочки на внутреннюю глубину. И, наверное, мне вот на тот момент нужно было это тело, чтобы люди начали все-таки чувствовать, как это, это не просто там перестаешь есть, ты становишься мега красивым, мега спортивным, вечно молодым, живым. Это же только внешне. И очень многие за внешне оцепляются. Но когда ты уходишь в глубину, когда ты уходишь вот в это, в это чувственность, это все про другое. И когда я приняла и эти моменты, и у меня пошли следующие осознания, другие осознания. Те осознания, когда я понимала, что я могу уже жить без тела. Да, у меня были те моменты, когда я не хотела выходить уже к людям, я хотела уйти вообще отовсюду, приехать куда-нибудь в горы, просто сидеть на этой горе, и просто, чтобы мир смотрел через меня. И это прекрасно. И эти моменты тоже были. И этот каждый день, он не бывает похож на другие, если ты в себе. Люди, на людей смотришь, у них все то же самое. Они все то же самое, куда-то бегут, что-то делают, одни и те же действия. И ты на них смотришь, и думаешь, как это прекрасно, что они еще могут это делать. Как прекрасно, что они могут ругаться с кем-то. Как прекрасно, что они могут обижаться на кого-то, не доверять кому-то. И это тоже прекрасно, потому что в тебе этого уже нет. И ты на них смотришь, и просто наслаждаешься теми моментами, от которых они грустят. А ты наслаждаешься каждым моментом. И этот каждый новый день, он каждый момент себя, ты в себе познаешь что-то новое, что на физическом уровне, что и, наверное, на каком-то душевном, духовном уровне. Когда ты видишь вибрацию каждого листика, когда ты видишь цвет и свет каждой частички воздуха. И это абсолютно другие состояния, другие ощущения. Расскажи про тот опыт, когда это стало с тобой случаться впервые. Запахи, звуки, те состояния, когда это впервые открылось. Как для тебя это было? Как ты вообще с этим справилась? Как пришла в норму? Как научилась этим управлять? Ну, со мной случился первый раз этот опыт осознанно. Сейчас я уже в книге это описываю, что первый это забывший свой опыт. Потому что в детстве все в этом опыте живут. Но случилось вот это вскрытие этого опыта, воспоминание этого опыта, когда такой яркий. Когда я была где-то примерно год, год с копейками на ни еде, и была ночь, у меня детки спали, я сидела, смотрела в окно на звезды. Смотрела на звезды, и у меня было такое состояние, думаю, ну вот я уже здесь все знаю, все познала. У меня нет каких-то эмоций, у меня есть только чувствования. И я одна, абсолютно одна в этом мире. Думаю, ну как вот мне, как мне быть одной? Хочется где-то каких-то тусовок, где-то еще что-то. Им так весело. А мне этого не хочется, мне это неинтересно. Я сидела, когда я думала, может, мне начать кушать. И так я, наверное, улетела в эти звезды, что в какой-то момент я смотрю, и очень-очень яркий свет. И он такой яркий, но в то же время не режущий глаза. И вот такое тепло, и я поднимаю руку, а она тоже начинает покрываться светом, и этот свет как будто растворяет все мое тело. И оно все, вот этим светом все растворило мое тело. Я не знаю, сколько это было, но, наверное, это было несколько секунд, но мне показалось, что это была прям целая вечность. И вот это тот первый опыт, когда я тотально увидела этот мир по-честному, без каких-то преград, без каких-то оправданий для самой себя. вот это был первый опыт. Но потом я как-то немножечко к нему привыкла, и я это понимаю, я это знаю, я там была. Но потом со мной случился вот этот же опыт, но, наверное, более глубокий. когда у меня весь мир, он разобрался полностью по таким прозрачным пазлам и тут же собрался. И он стал абсолютно другим. То есть он весь тот же самый, но уже в этот момент я поняла, что не я смотрю на мир другими глазами, а мир смотрит через мои глаза. И вот это уже совсем другое состояние. И это то состояние, которое я рассказываю, доношу ребятам на ретритах, возвращаю к себе, чтобы через себя. Я знаю, что среди вот этих первых опытов были и такие, которые не совсем были приятные, вот даже связанные с некой дезориентацией, потерей координации, вот эти вот запахи, звуки, да, когда даже было трудно себя вообще в пространстве удержать. Расскажи про этот случай, пожалуйста, тоже. У меня был случай, когда я была уже 4 месяца на неедении, это до вот этого захода. И со мной начали случаться такие вещи, что я начинаю, я улавливала запах, запах, например, там мужчина прошел, а я знаю, чем вчера ему, каким порошком его женщина стирала носки, чем он завтракал, какой у него одеколон, рядом проходила женщина, я знала, что она понервничала столько-то времени назад, у нее выделили спот и уже там, как бы, вот такой он уже стал. Я слышала, я не мысли слышала, а я слышала вибрацию этого человека и понимала, о чем он думает, что он хочет сказать. То есть, когда он говорил, я знала, что он говорит одно, а думает другое. я могла услышать, как на другой улице едет машина в тишине и слышала вот это в протекторе, вот эти вот камушки, когда застревает. и в тот момент у меня вот это вот, я встала вот этой вот самой гордыни, или чем, я думаю, о, я бог, все, я теперь все знаю, я все могу, я все чувствую. И у меня вот прям вот это меня так накрывало, что вот я вот такая вот мега Света Лаврова, я могу все. И у меня даже нигде, видимо, из-за вот этой вот гордости моей, которую я никогда же такого не испытывала, для меня это было прям таким сказочным. И сейчас я некоторых ребят слушаю, когда они про это рассказывают. И я думаю, да, проходили мы это все. Думаю, пусть они насладятся тоже этим моментом. Но это был первый звоночек того, что нужно было наоборот углубиться в себя и понять. Но вот это вот мое распирание, вот это вот мой, видимо, мой характер, может быть, еще дал, потому что личность же она тоже есть. Через нее же я все транслирую. И в один прекрасный момент, очень хорошо, что где я жила в том городе, был рядом человек, который знал меня, мой образ жизни. И он подошел ко мне, а я помню, стою вот этот вот магнит с такой зеркальной витрина у него и поручень здесь. И я понимаю, что он мне что-то говорит, я слышу его, я слышу другие голоса, и это вот как в колокол позвенели, и вот этот вот двин, и вот со всех сторон. Я слышу, как идет кошка где-то там, и она идет как слон, и я слышу эту вибрацию, проходит там кто-то, я слышу эту вибрацию, чувствую ее. И я понимаю, что у меня вестибулярный аппарат, то есть я везде, но это везде не в этом философском каком-то, ой, я везде, я вся, вся есть, а именно везде физически. И я себя не могу собрать, я себя не могу собрать до такой степени, что я не могу устоять, и я хватаюсь за этот поручень, и я понимаю, что я все равно не понимаю, где я. И я начинаю падать, то есть у меня вообще ничего нет, я не вижу вот это вот, что небо, что асфальт, вот все настолько смешалось, эти голоса, запахи, и я как будто бы не понимаю вообще, есть ли я, и что может удержаться, что может стоять, стоять нечему. И тогда вот меня этот знакомый, он меня подхватил, и донес до дома, дом был рядышком, и начал отпаивать водой, и я заходила через воду, то есть несколько дней я пила воду, потом я зашла в еду, и начала вот эти моменты прорабатывать. Но это было страшно, потому что я понимаю, что если бы, например, я его бы не было рядом, и если бы я упала, и проезжала бы какая-нибудь машина, вызвали бы скорую, то скорая, ну, скорее всего, забрала бы меня в психушку, и там бы меня начали колоть. И меня спасло просто, что он был вот рядом. Да, проходишь такие моменты иногда, которые, может быть, они только со мной проходят, но они такие были жесткие, которые постоянно думаешь, если бы не вот это, то тебя бы уже не было здесь. Но важно ли было для меня увидеть людей, которые тоже не едят? Первое время – да. Но первое время вот с такими людьми общение, это, наверное, было из состояния недоверия себе. То есть мне как будто бы нужно было доказать еще через кого-то себе, что это возможно. Потому что в голове это все равно не укладывалось, все равно страхи иногда периодически накрывали. А смогу ли я потом есть? А не умру ли я? А может быть, я себе придумала, что мне все хорошо, а я на самом деле умираю? Что у меня там органы съедают друг друга? Были эти страхи? И когда общалась с подобными людьми, которые тоже рассказывали о своем каком-то опыте неедения, да, первое время это было прям важно. А сейчас? Нет, это не важно. Да, я с ними общаюсь, с этими людьми. Но вот это состояние важности прошло, потому что уже никому не хочется ничего доказывать, ни себе, ни кому-то еще. Это просто жизнь протекает так. И тут уже нет такого, что хочется пообщаться друг к другу, с кем-то хочется поделиться чем-то. А встречаемся, уже больше идет общение не о том, что как у тебя дела. А, например, вот сейчас вот я прохожу исследование, до нас там 6 человек. И 5 человек из них тоже не еды, со своими историями. И вот в таком контексте, например, встречаемся. Расскажи, пожалуйста, про опыт этого группового исследования, в котором ты участвуешь, и что это? Опыт группового исследования, но у меня нет такой возможности это разглашать. Я просто могу сказать, что там присутствуют разные профессора с разными своими какими-то узкими специализациями. и люди, которые зашли в состояние неедения тоже разными путями. Но в основном это через какие-то, через какую-то боль, через какую-то болезнь. И люди, которые там 12 лет не кушают, есть женщина, живет в тайге, у них другой опыт. И там как раз мы исследуем зубы, как растут зубы, почему они растут, растут ли они, что провоцирует расти всю челюсть или один-два зуба, почему они едут, почему у меня брейкеты стоят, что происходит с внутренними органами, что происходит с ЖКТ, что происходит сердце, что такое сердце, то есть то, что нам говорят, что сердце это как бы клапан, насос, это немножечко не так. И я ребятам даже в закрытом клубе, такой у нас будет эфир, и я им расскажу, что такое сердце. И когда это говорят профессора узких направленностей, когда они раскрывают какие-то такие глобальные темы, которые для меня это прям новшество, что у нас есть две нейросети, которые не связаны друг с другом. нейросеть мозговая, сердечная. И такие моменты, которые рассказывают, да, это классно, это ново, это интересно. Это интересно то, что происходит со мной, это интересно то, что происходит с другими людьми, которые живут без еды. И это интересно, как это связано с этим миром, с этой плотностью. Да, это очень интересно. Можешь ли ты представить, что хотела бы ты, видишь ли вообще это возможность, что-то ты начинаешь снова есть? Как бы ты могла описать вообще эту фантазию? Снова есть? Нет, мне это, наверное, не интересно просто. Это же нужно понимать, для чего. Это человек, который начинает вновь курить, он, может быть, свои старые какие-то моменты ловит, что когда я курил, мне было легче, боль не так чувствовалась, злость не так чувствовалась. А здесь я понимаю, что еда, она наоборот, только углубит, это вынесет, как будто как наружу, наружу боли, наружу злости, неосознанности, эмоции, от которых я понимаю, что это эмоции, это неинтересно, потому что есть глубинные чувствования. Поэтому нет, это неинтересно. А что такое еда в твоем сегодняшнем понимании? Как ты это видишь? Еда – это такой мощный обезболиватель. Это обезболивающее. Когда ты… Обезболивающее на всех фронтах. Это на уровне физики, на уровне психики, на уровне души. Когда ты забываешь, что у тебя там что-то происходит внутри твоих органов. Потому что, когда ты перестаешь есть, ты чувствуешь все свои органы. И в какой-то момент это прям больно, когда ты начинаешь осознавать, как у тебя работает какой-то орган. И это, если переводить на человеческий язык, это не просто ты «Ой, я чувствую свое тело». Нет, это больно. Ты чувствуешь, как у тебя работают почки, как работает ЖКТ, как работает сердце, как у тебя гонится кровь по сосудам. И когда ты, например, идешь куда-то и дышишь по-другому, как у тебя распечатываются капилляры, которые уже склеились по каким-то причинам. И это все больно, ты это все чувствуешь. Ты едой закрываешь те моменты, память, которая тебе неприятна. Память детства, память внутриутробная, память в тех мирах, где ты есть на данный момент и сейчас, когда ты проходишь другие опыты. это, наверное, как обезболивающее. Откуда ты берешь энергию, чтобы жить, если ты не ешь и не пьешь? Я ее не беру, я ее отдаю. Потому что, когда ты берешь, ты всегда в потреблении, ты не можешь тогда столько раздать. Когда ты берешь, ты берущий, это про другое. Но вообще, уже, наверное, ни для кого не секрет, что биофизик Миронова с другими учеными обнаружили, что человек, который едящий, он живет на клетках митохондрии. И чем больше они у нас расщепляются, развиваются, появляются, тем проще человеку преодолевать какие-то физические либо психические состояния. но у неедящего человека выходит вперед как бы на первый план центросома. Она всегда у него есть в человеке, но она как бы спящая. И вот тогда, когда выходит центросома вперед, это как внутреннее солнышко, это внутренняя энергия, внутренний реактор. И на этой центросоме, на этом внутреннем солнце человек и живет. Это внутренняя его энергия, которая не требует дополнительных каких-то вмешательств. и это очень большая статья, которой можно прямо из первых уст ознакомиться. Она в открытом абсолютно доступе. И как раз этот биофизик, она очень много исследует сторону неедения и очень много про это рассказывает в научном подходе. Еще есть такой феномен, это мы все привыкли думать, что еда, количество еды напрямую связано с объемом нашего тела. Очень многие люди стремятся вне еду, чтобы контролировать этот момент и голодают по сути. Расскажи, связаны ли действительно эти два процесса и как ты это видишь? Еда вообще она не связана с массой тела. Мы все прекрасно знаем, что есть люди достаточно худые, но они едят очень много. А есть люди, которые прошли рядом с какой-нибудь там булочной и все, плюс 10 килограмм. Понюхали пару булочек и набрали. Но для всех это становится как бы нормой. Все это знают и вот этот вот этот момент как бы говорят, ну это разное тело, это там вот тело такое-то, тело такое-то. Это потому что там пищеварение у нас, у кого-то быстро, у кого-то нет. Но когда говорят про неедение, все время думают, что неедение это какая-то дистрофичность, это анорексия. Но еда вообще не связана. И если вы посмотрите на людей, которые не едят, они в том теле, в котором им комфортно для каких-то своих целей, для каких-то своих прохождений, этапов. И человек на неедении, он может быть в одном теле, но когда он переходит в другую стадию себя, он может быть абсолютно в другом теле. И это можно даже наблюдать по каким-то моментам, если... У нас очень мало людей, которые, если честно, не едят на камеру. Ну, то есть не еды, которые рассказывают про себя. Потому что большинство людей, которые живут таким образом жизни, они наоборот, не хотят никуда, никому ничего говорить. Им это неинтересно, это просто их образ жизни. и, наверное, чтобы не словить вот этот вот человеческий хайп, и они остаются немножко в сторонке. И да, есть такое я и на себе это, и испытывала, испытываю, что при каждой моем очень узком кругу люди знают, что там до 18 июня этого года мне нужно было находиться в определенной массе тела для определенных моих процессов. Потом уже можно будет мне обрести то тело, в котором мне комфортно, что сейчас оно и происходит. Но это никак не связано с едой. То есть еда и масса тела она не равна. Светлана, расскажи, пожалуйста, люди, которые приезжают к тебе на ретрит, что вы делаете? Через что, как бы ты это могла описать, через что вообще происходят эти трансформации? Кто-то ведь приезжает, вот за год пять раз приехали некоторые люди, некоторые два, некоторые три. Что здесь происходит такого? Люди, которые приезжают на ретрит, что происходит? То есть они, во-первых, попадают в мое поле. Но это поле не просто то поле, которое я сказала, что это мое поле. То есть в том месте, где у нас проходит ретрит, я всегда выставляю купол. Купол тот, где не проходят чужие энергии, другие, любые другие энергии. Там есть только моя энергия и есть энергия тех людей, которые приехали. Но их энергия, она очень быстро съедается сама собой. И когда вот она съедается сама собой, это как раз происходит на второй день уже буквально второй, максимум третий день, они остаются на моей энергии. И получается такое состояние, что он говорит, я хочу вот это, и он действительно думает, что я хочу вот это. А все его тело, весь его запах внутренних органов говорит, нет, это не про меня. А я этот запах слышу. И тогда я начинаю подводить этому человеку, чтобы не я ему это рассказала, а его, чтобы он сам себе это рассказал и утвердился. и он тогда тотально через свое внутреннее состояние, потому что он остается абсолютно оголенным, и он тогда через свое внутреннее состояние приходит к себе, вот к этой тотальной честности, что а кому я вру-то? Никого нет, поле-то одно, никого нет, кроме меня. и вот эти вот его озарения случаются, и у него проходят вот эти вот моменты, когда, да, это проходит больно, как правило, это больно, как правило, это ревут люди, падают в обморок, бывает такое, тяжело справиться, тяжело справиться телу, тело выносит, выносит в температуру, выносит, человека начинает рвать, всякое бывает, процессы бывают прям даже физически очень тяжелыми, но это быстро отходит, потому что я это все равно контролирую, чтобы это не было там до каких-то моментов, конечно же, это контролирую все, и человек приходит к себе, он познает себя, он, боже мой, я всю жизнь жил, и оказывается, я не знал, что я люблю вот это, я всю жизнь жил, я не знал, что я вот это, и он начинает себе позволять быть собой. В чем сохраняется у тебя интерес оставаться в этом теле, в чем ты видишь свою, не знаю, миссию, задачу, полезность, интерес, ну, как угодно, назовем. Ну, пока я в этом теле, я все-таки, мне хочется передать людям, показать им, какие они огромные, без всех гуру, за которыми можно там ходить годами, чтобы показать людям, какая у них есть мощь, даже если они, например, не подкрепляются какими-то там шашлычками, там, или 50 грамм, чего-то, вот, чтобы показать, какая вот эта внутренняя сила, какая мощь, они и есть, вот этот космос. И у человека есть единственное предназначение, это быть счастливым. И счастливым он может стать только через себя. Вот я люблю, например, шить, значит, я через это могу людям дать вот эту любовь себя. Я люблю рассказывать что-то, я могу через вот это что-то дать. Я люблю там снимать кино, я могу через вот это дать. Я люблю там вышивать крестиком или там плести какие-то неземные украшения. То я вот через это дам любовь, то есть через вот ту любовь, которая есть в нем, потому что он соткан только из любви. из любви из честности из благости и когда он понимает что это он и вот это вот счастье которое он есть вот на этом счастье и наверное и крутится на так образно сказать и крутится вся эта земля поэтому я привожу не я привожу человека а я им показываю что он через себя что он этот космос и мне кайфово в этом космосе жить мне кайфово в этом состоянии с этими людьми быть потому что эти же люди уже никуда не уходят от меня они же всегда остаются со мной они часто приезжают повторно и на ретриты и на встречи на семинары и если есть возможность сделать открытые встречи безоплатные то они они там все равно присутствуют и это поле это светящиеся искрящиеся поле это все по-другому когда новые люди приходят а нас уже тут несколько таких таких которые есть есть не потому что кому-то нужно что-то показать а просто потому что есть и человек просто начинает полностью форматироваться он по начинает по-другому воспринимать все это как вот у меня с очень недавно была встреча открыта и мне до сих пор пишет мальчик что он говорит вот после вашей встречи что такое случилось у меня отпала вся эта еда и перестал ездить на шашлыки с друзьями перестал этот я ем раз в два дня и мне комфортно у меня практически отвалился сон но это не потому что я им это сказал а потому что он понял что это ему от этого хорошо что он так себя может увидеть прочувствовать да каждый ретрит он не просто какое-то закрытое пространство до каждый ретрит это место силы и мы туда едем в каждое место силы но всегда мне говорит куда приехать следующий раз и вот здесь вот на алтай на алтай здесь она вот такая вот энергия это вот прям поднятие это вскрытие все ты поднимаешь все с ног и берешь и прям вычищаешься я показала ребятам как идут энергии они прочувствовали на себе как идут энергии как им с этими энергиями работать что они есть эта энергия это как раз там мощь там мощь раскрытия которую дает алтай он тебя вскрывает приводит к самому себе это да это алтай где собраны практически все стихии в одном месте буквально через несколько недель мы с ребятами едем на ретрит на байкал и кто хочет может тоже присоединиться кто готов я бы так сказал даже никто хочет кто готов и байкал там вот такие энергии это те энергии которые тебя когда-то когда-то будешь не просто это узнать что тело есть тебе а когда ты это тотально прочувствуешь что тело в тебе что ты настолько большой что ты никогда не сможешь поместиться в это тело и когда ты понимаешь что ты вот такой когда ты собираешь вот этот вот весь пласт информации которые становятся твоими знаниями ты понимаешь что ты есть знание всего это прям такое чувство не этот это огромная глубина глубина тебя который просто раскрывает прошла идея проводить ретриты но вообще на у меня есть знакомая девочка которую я очень люблю ладочка когда вот этот процесс у меня еще начинался процесс неедения вот она мне тогда говорил ингрид света у тебя такие знания давай проводим марафон и я буду какие марафоны я ничего не знаю этого не умею вот и она меня тогда спровоцировала на мои первые марафоны помогала мне набирать людей потому что я вообще не знал не понимала как это делается и тогда она мне говорила горит ну надо говорит потом выходить на ретриты и наверное вот она как-то с тем когда я проводила вот эти вот марафоны наверное с этим с этим чувствованием что когда я видела как какие люди выходят после марафонов сколько отзывов сколько восхищение сколько к насколько они менялись вот в этом состоянии я поняла что думаю ну чушь я себя так зажимают а зачем же я себя не могу раздать людям то ну наверное наверное стоит попробовать идти дальше и вот эти вот первый ретрит который который сложился тоже были невероятные отзывы после чего я поняла что да это вот то что я сейчас могу дать людям хотел опыт и какое-то послание послать сама себе будущее когда ты будешь на ретели фильм свете лавровой вот из этого дня из этого места до послание это здорово конечно послание какой бы послал себе послание но наверное идти потому что весь мир он несет тебя на ручках как только ты расслабляешься как только ты отпускаешь эту тяжесть тяжесть контроля тяжесть того что правильно ли я сказала правильно ли сделала а как меня поймут а услышит ли меня но это абсолютно неважно потому что каждый возьмет только столько сколько он готов взять он услышит ровно столько к чему он готов и я могу дать ровно столько что я могу дать сейчас поэтому просто идти просто это движение просто делание делания и позволять миру смотреть через себя это прекрасно